Бамперы трескаются, пороги гнутся. Тимур, который ездит здесь ежедневно, уже не обращает на это внимания. Не думаю, что больше 50 км в час, потому что здесь есть возможность чуть ли не в колодец провалиться. Год назад рабочие сняли верхний слой асфальта и ушли. Запланированный ремонт прервал другой ремонт водопровода на этой же улице. Чтобы не класть асфальт дважды, дорожники решили подождать и прождали всю зиму. Трубу заменили не в ноябре 2018, а в июне 2019. В начале июня водовод заменили, то, соответственно, естественно, что все ждали, что буквально в июне этот кусок дороги сделают. Но вот сейчас лето, мягко говоря, на исходе. Есть ощущение, что можно уйти в зиму опять в таком состоянии. На этом участке улицы всего пара жилых домов. Зато много офисов, предприятий, поток людей стабильный. А в этом здании сразу четыре общепита, куда ходят есть сотрудники со всей округи. Здесь, кстати, едят и сотрудники Дорожного комитета города. Он дальше по улице, и на их участке дороги ремонт проведен. В 2018-м должны были приложить асфальт на всей Короленко. На эту и другую улицы правительство края тогда выделило больше 100 миллионов рублей. Доделывать работу будут тоже за счет краевых средств. Мэрии объясняют, деньги поступили лишь в августе. Стоимость их работы на данном участке 2 миллиона 330 тысяч рублей. Объект проторгован. В районе 2 сентября ожидается заключение муниципального контракта. Рабочие выровняют и восстановят верхний слой дороги. В мэрии обещают, что ямы с улицы исчезнут к 1 октября.